Девушки отдыхают Но все равно никогда не откажутся от своей тайной страсти снимать Их деяния специалисты называют резонансными Один фильм может держать смятение миллионы Серийных режиссеров исследуют ученые-психиатры, юристы, социологи Криминалисты для выявления этих творцов используют новейшие достижения науки Но их число не уменьшается Они по-прежнему среди нас И у каждого из них своя история Великой Отечественной войны С начала 90-х годов в России граждане стали регулярно сообщать о страшных находках Большинство из них были обнаружены в преддверии Дня Победы Последние годы не стали исключением В 2018 году в кинотеатрах люди стали свидетелями режиссерского дебюта Константина Хабенского Фильм Собибор В 2019 году настоящий шок вызвал на Париж В 2020 к 9 мая должны были выйти подольские курсанты Но из-за пандемии премьеру перенесли на осень Тем не менее, общество получило страшный подарок По телевизору прогнали бессмысленные и беспощадные Т-34 Следователи знали, что и весной текущего года стоит ожидать новый удар И они не ошиблись Оперативно-следственная группа начала отработку нескольких версий Криминалисты-эксперты сделали предположение Такое количество полнометражных фильмов невозможно снять на частные средства В деле замешано государство Оно и понятно Героическое кино о Великой Отечественной войне к 9 мая Позволяет получить не только больше денег от государства Но вслед за этим позволяет получить промо-эфиры на главных телеканалах страны И как следствие, на фоне подогретых патриотических чувств граждан Получить больше денег на билетах Таких ярких фильмов о войне зрители еще не видели Картина построена на визуальном синтезе Удивительная мощь блокбастеров спаяна с невероятной достоверностью и лиричностью советских военных фильмов Изучив биографию героя Советского Союза Михаила Девятаева Следователи пришли к выводу Орудует настоящая банда Ее возможности огромны Ряды растут В деятельность вовлечены даже иностранцы Фильм начинается с заставки Что он основан на реальных событиях Естественно Главными уликами в деле Стали две автобиографические книги Девятаева Изучая материалы, я узнал Что Девятаев перед тем, как попасть в плен Отлично воевал Сбил 10 вражеских самолетов То есть он без всякого побега из концлагеря уже был героем Но за основу фильма взят не столько подвиг Девятаева, сколько его непростые отношения с другом И это абсолютно вымышленный персонаж Антагонист фильма Власовец по имени Николай Ларин И хуже всего, что нам не рассказывается Как и почему они стали друзьями Через что им пришлось пройти За переход на сторону врага Ларин стереотипно получил пиво, немецкие колбаски А также должность пропагандиста Он призывает бывших соотечественников переходить на сторону немцев Объясняет пленным летчикам, что есть такой приказ номер 270 Согласно которому все они считаются предателями родины И подлежат расстрелу Рассказывается это естественно для зрителей Так как все советские военнослужащие про этот приказ прекрасно знали Как и знали, что в нем идет речь про добровольную сдачу в плен Дезертирство или отказ от сопротивления фашистским захватчикам Витаев выпрыгнул с самолета и потерял сознание Он получил тяжелые травмы У него было обожжено лицо Но это в реальной жизни А в кино исполнитель главной роли Павел Прилучный Просто чумазый Также создатели картины не смогли обойти стороной Излюбленный образ гуманных нацистов Которые разрешили пленным летчикам оставить погоны и боевые награды А что, оставили бы и личное оружие тогда? А вот фото реального Девятаева из этого лагеря Сделанное через полторы недели после пленения На гимнастерке дыры от сорванных погон На лице ухмылка Которая красноречиво говорит о боевом духе старшего лейтенанта Во время урока Ларин встречается взглядом с Прилучным Между друзьями вспыхают прежние чувства Они обнимаются, разве что не целуются Они обсуждают планы на будущее Девятаев говорит, мол, бежать надо Ларин уговаривает остаться и угощает пивом Следует резкий сюжетный перескок Девятаев бежит по взлетке к самолетам За ним погоня из немцев во главе с Лариным Беглецов настигают Ларин в последний раз умоляет Девятаева Переходить на сторону немцев Но тот отвечает пафосной фразой Ты не разобретал, ты меня придал, Гуля В реальности Девятаев не мог бежать Долгое время у него были проблемы с ногой Из-за вывиха после приземления А вот в лагере он был одним из организаторов подкопа Драматичную историю про который Можно было бы превратить в отечественный вариант Побега из шоу Шенка Ну кому это надо, правда? Ладно, и так сойдет Полученных доказательств уже хватало для задержания подозреваемых Но даже опытные оперативники оказались не готовы к тому Что вскрылось во время допроса Справедливость и честь, вещи разные Как я выяснил, делая этот фильм По справедливости тот, в общем-то, его друг, предатель Был, в общем-то, наверное, прав Потому что его, ну, был приказ По которому все считались изменниками Родины Но Девятаев поступил не по Бекмамбетовской справедливости И за попытку побега был отправлен в лагерь смерти Заксенхаузен Это место не просто так называли лагерем смерти В нем, помимо специального рва для массовых расстрелов Имелись крематорий, газовые камеры, тиры для стрельбы по живым людям Виселицы, машины-душегубки На территории концлагеря проводились медицинские опыты над узниками Всего за время работы с Заксенхаузена в нем были убиты свыше ста тысяч человек Точное число жертв установить невозможно Поскольку нередко прибывших пленников без всякой регистрации Сразу отправляли на казнь А затем сжигали их тела в крематориях Однако в фильме этому периоду жизни Девятаева отводится всего несколько минут Его стрижет какой-то блаженный парикмахер Который под присказки подсовывает ему документы на имя Степана Никитенко Тем самым спасая его от гибели Ведь Девятаева доставили в Заксенхаузен в команде смертников А как же было на самом деле? Из книг Девятаева мы узнаем Что охрана лагеря размозжила голову лопатами Какому-то человеку, который посмел закурить в очереди Этим несчастным оказался учитель из Киева Степан Никитенко А вот парикмахер оказался членом подпольной коммунистической ячейки Собственно, именно поэтому он так смог оперативно подменить документы для Девятаева и спасти ему жизнь Вот запись из архивов Заксенхаузена Михаил Девятаев сожжен в крематории 5 декабря 1944 года Следователям было очевидно, что создатели фильма про Девятаева Даже не старались сделать драму в духе легендарных списка Шиндлера Или «Жизнь прекрасна» Их не интересовала история, как спасти рядового Райана Хотя Девятаев был 13-м ребенком в семье Из всех многочисленных братьев он единственным вернулся с фронта живым Эта картина не про обыкновенного солдата, из-за не сражались за родину Так про что же фильм? Признание подозреваемого шокировало Да, фильм про прощение и примирение В последних сценах, когда узники уже летят на восток в расположение советских войск Их нагоняет Ларин на истребители Он в очередной раз призывает Прилучного сдаться А Прилучный призывает сдаться Ларина Они ни к чему не приходят И тогда Ларин начинает сбивать бомбардировщик Прилучного И вы представляете, у Ларина заканчиваются патроны Спасибо, так неожиданно и приятно Ларин таранит самолет Прилучного Но в итоге власовца сбивают Уже падая в горящей машине Он просит Прилучного прощения И умоляет не говорить его отцу, что сын был предателем Прилучный обещает Плачет Звучит пение церковного хора И не важно, что Ларин был предателем Что он лично казнил друга Прилучного, с которым тот бежал из лагеря Что он вас самих только что чуть не убил В реальности Девятаев следующим образом относился к предателям и перебежчикам Из его книги «Полет к солнцу» мы узнаем Что Девятаева приговорили к смерти после драки с одним из узников Который открыто стал высказывать мнение Что главное в жизни Это водка, деньги и девушки Более недели Девятаева жестоко избивали На десятый день должны были казнить Девятаев совершил свой побег на восьмой день издевательств Когда еле уже мог ходить Но сколько бы Прилучный не валялся на земле А в нем тяжело узнать бритоголового, изможденного узника Массы тела 38 килограмм Или меня этот влек блеск его виниров Виниров Выкуси, Кристиан Бейл Среди товарищей Прилучного Также невозможно угадать изможденных, забитых людей Например, самый молодой из них, Немченко В реальности был изуродован Немцы выбили ему глаз во время одной из пыток Но зачем зрителю-то знать про ужасы содержания в нацистских концлагерях Фильм-то про другое Про дружбу Про хороших людей Ребята Давайте жить дружно Спасибо, что обошлось без перегибов прокровавого НКВД Как в охоте на единорога И без клюквы в духе Попрощайтесь с солнцем А зачем солнце? Когда мы есть друга друга, товарищ Да уж, товарищ И бутылка столичный Впрочем, в самом конце все же всплывает наш коллега Он допрашивает Прилучного о побеге А тот, замечая в папке Чекиса фотографии Коли Ларина Отказывается что-либо говорить Ведь дружба важнее правды, да? Зачем? Зачем было снимать фильм про какого-то искусственного Девятаева? Выдумывать какого-то антагониста-власовца? Ведь жизнь нашего героя была куда более захватывающей, трагической и вдохновляющей Это происходит сплошь и рядом Говорят, недофинансирование Но дело не в этом А в чем? Дело в том, что всем на все наплевать Казалось бы, дело раскрыто Правда, восторжествовало И появился шанс, что виновные смогут понести наказание Но что с последствиями этих злодеяний? Годами люди, называющие себя творцами и художниками Имея все необходимые ресурсы и средства Извращали тему Великой Отечественной войны Плодили фейки Очерняли память о наших предках И зарабатывали на этом Серийные режиссеры и их сообщники Продолжают занимать свои посты Пользоваться поддержкой в высоких кабинетах И выдумывать новые истории о нашей жизни А это значит, что ставить точку в этом деле Пока рано